А в Запорожском художественном музее открыли выставку из фонда в пейзаже Николая Пашканица. Экспозицию приурочили к юбилею автора. В этом году ему могло бы исполниться 90 лет. Край вечной мерзлоты, арктическая тундра, Карельский перешейок. Здесь на первом плане не люди, а пейзаж. Тем не менее, их присутствие ощутимо в стоянке ледоходов и рыбацких сетях на берегу. То, что увидел тогда Николай Пашканец, первая поездка на север в 1967 году, сегодня вряд ли будет доступна большинству местных авторов. Жили в хижине лесника, пищу добывали охотой и собирательством. А самое главное, творили не на заказ, а по велению сердца. Самым главным певцом и идеологом красот северного края среди запорожских художников был сам Николай Пашканец. Один раз оказавшись там, он уже не смог отказаться от всего этого. Края очень живописные, поэтические. То есть это как будто бы раскрывается в этих работах внутренний мир самого Николая Пашканеца. Вот эту вот удивительную красоту и гармонию природы, не нарушая ее естественности, Пашканец очень ценил, очень любил и всегда по-своему, вот, очень по-своему умел выразить в своих работах. Родился в Саратовской области, прошел войну, закончил Харьковское художественное училище. С 1953 года по распределению в Запорожье. Здесь у него появляется много друзей художников. На выставке есть три портрета Пашканеца, написанные именно ими. Один из коллег по цеху сделал даже памятную медаль, но к этому времени от нее остался только эскиз. Если дано от Бога и ты в этом направлении будешь работать, значит будет результат. Это очень трудолюбивый был. Он будет у нас, запорожьих художников, больше для чего молчать и надыхать. Большинство работ из фонда в музее «Этюды», картин всего две. У поселка Рыбаков и ставшей его визитной карточкой «Осенний лес». Самое главное, что умел Пашканец увидеть свет и почувствовать настроение. А эти качества и спустя почти 40 лет в полотнах остаются прежними.